Красивая осанка Псков. Групповые занятия для детей, индивидуальные занятия для взрослых. Знаете, зайки, мне кажется, наши каждодневные завтраки просто вошли в какую-то традицию. Сейчас мы будем обсуждать комментарии моих подписчиков, потому что... Почему? Потому что только что посмотрела видео булки, булка меня на кое-что интересное сподвигла. Прямо одну тему обсудить. И вот очень прикольно, мне как раз под видео последним написали очень классные комментарии. Ну, мне их постоянно пишут, но вот так просто вот как бы думаю, ой, ну раз написали, надо срочно ответить. Они же ждут, что я им отвечу. Значит, смотрите, эти комментарии пишутся периодически. Я вам сейчас выведу, чтобы вы прочитали, чтобы, знаете, чтобы у вас было представление. Ну, в общем, вкратце, да. Люди смотрят мои видео. И люди... Ну, давайте я пофантазирую, потому что я же не знаю, что с ними происходит. Мне, конечно, очень интересно было бы, чтобы они мне написали, что с ними происходит. Но так как, я думаю, они люди, ну, неосознанные в достаточной мере, им будет очень сложно отследить, да, и тем более признать это всё дело. Ну, в общем, ладно. Значит, комментарии типа... Вот я, например, в последнем видео рассказывала. Мне неинтересно с ребёнком, с мужем и со всеми там общаться, да. И, значит, человек мне пишет, типа, вот тебе с мужем неинтересно, с ребёнком неинтересно, они тебя все киданут. Муж тебя киданёт. Ребёнок вырастет тоже киданёт. Там какой-то ещё был комментарий? Или это в этом было, я не помню. А, ты останешься вообще без жилплощади, что-то там? У меня вопрос к этому человеку. Вас киданули? У вас нет жилплощади? Ну, просто судя из вашего комментария, у вас, видимо, всё, что я написала, вызвало ли всё это такие эмоции, что вы такой высер устроили? Ну, я предполагаю, что вам просто страшно, вас кто-то киданул. Вы не хотите повторить такой опыт, но вам очень приятно было бы, чтобы всё это, ваши мысли нашли подтверждение в этой реальности. Поэтому вы пишете мне, что тебя киданут, потому что вам реально очень хочется, чтобы вас, ну, меня киданули, чтобы вот, чтобы, может быть, не знаю, подтверждение найти того, что не только с вами так, там, типа, не только вы, типа, такая вот. Ну, не знаю. Сейчас. Знаете, обычно вот эти люди, когда они смотрят мои видео, когда я их комментарии разбираю, они мне пишут. Да я просто написала этот комментарий от нечего делать. Вот, вот просто, ты знаешь, вот я сидела где-то там, не знаю, где она сидела, в жопе какой-то, на залчке, на работе, я не знаю. Мне было просто настолько нечего делать, что твоё ущербное видео случайно мне попалось, а мне было настолько нечего делать, потому что если бы мне было бы что-нибудь делать, ну, например, я бы сидела бы и срала бы, да, но мне было настолько нечего делать, что твоё ущербное видео мне попалось, и вот я его посмотрела и написала комментарий. Но комментарий я написала тоже не потому, что он меня триггер, ну, твоё видео у меня вызвало эмоции, просто мне было тоже так нечего делать вот прямо настолько нечего делать вот что прям пальцы сами стали тикать по телефону то есть это все говорит о чем о том что человек хочет сказать ты на себя тут много-то не напускай что тут видишь ли я пишу тебе комментарии я тебе конечно их пишу и буду продолжать писать но ты оля ничтожество которому даже нельзя написать комментарий и тебя все бросят оля тебя все бросят сути бросают господи меня уже бросил первый муж я это горе пережила и вам советую понимаете я вам говорю вот искренно меня бросил первым уж это было как тяжело пережить мintная и пережила и вам советую вы знаете теперь мне больше не страчно что меня бросят по мальчам вот и после того как мне стало не страшно что меня бросят я наконец-то смогла показать себя настоящую. Не только вам, но ещё и мужу. И всем, и всему миру. И сказать, вот я такая. Мне иногда муж говорит, что я быдла. Я ему в такие моменты говорю, да, я быдла. И вам говорю, я быдла, я быдла, баба. Предлагаю рекламу на моём канале. Могу снять видео про вас, могу включить интеграцию. Для псковских и не псковских, для блогеров и для тех, кто продаёт или что-то предлагает, обращайтесь на мою личную страницу ВКонтакте. Да, ну что? Ну, а я люблю свою быдло-бабу внутри меня. Вот это вот сейчас сидит, вот это вот чавкает. Я обожаю эту быдло-бабу. Эта быдло-баба, она вот, понимаете, когда она появляется, когда я ей даю возможность появиться в этом мире, я себя чувствую настолько хорошо, настолько комфортно, настолько расслабленно. Я чувствую себя королевой, богиней. Поэтому, понимаете, если бы мне было бы страшно, что меня бросит муж, я бы ни за что не снимала бы на Ютубе видео, вот такие вот, и где бы я вот так вот всё это говорила. Ну, это же пиздец позорно было бы, понимаете? Ваша-то реальность, это вообще невозможно, зайники, ну, которые пишут. вот здесь же я бы осталась здесь видео снимать. Это же не на пуску моя, я реально такая, отчасти. Да? Мне нравится вот так вот жрать сидеть. Муж мой это всё видит тоже. Пожалуйста, у тебя есть, у него есть всегда возможность меня бросить. Я этого не боюсь, я ещё раз говорю, я это пережила. Пережила. Да? Меня уже бросил первый муж, и вместо того, чтобы закрыться в этом всё, ну, ну, как-то я вот пережила это всё, и вот, и всё. Я отпустила. Понимаете, да? А у вас тревога. Это прям читается по комментариям. Прям такая тревога. Ещё один комментарий. Вот он с виду, вы знаете, он с виду такой обычный даже, как я сказала. Вот даже, вы знаете, как сказать, не профессионал, он не увидит в этом комментарии ничего такого. Но я как бы тоже, знаете, не вчитываюсь. Только вот когда надо видео снять, тоже, видите, начинаю оправдываться. Нет, действительно, я, нет, я, конечно, это всё вижу, но вот чтобы вот так вот видео снимать, да, это надо настроение иметь, да? Значит, человек, значит, смотрит моё видео тоже. Вот это видео, кстати, про то, что где я так откровенно говорю о своих чувствах, где я показываю истинную Олю, я всегда знаю, что она у людей вызовет очень много эмоций. Короче, человек пишет, тебе скучно вот это, начни делать это, тебе вот это, начни делать это. И вот весь комментарий состоит из того, что человек мне даёт совет делать что-то, вот это вот делать, делать, делать. Вот я этому комментатору хочу сказать, у вас проблемы, у вас сильная тревожность, а тревожность, она как выражается обычно? Человеку надо срочно бежать, что-то делать. Вот тревожный человек, он не может принять реальность спокойно, не может принять что-то такое, что вот у него, например, сейчас нету, да, ему срочно надо бежать что-то делать. Делать, 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 всегда делать, делать, всегда что-то делать, 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 делать. И вот этот комментарий из отпуск распрофщ После делать состоит, вы понимаете, это жесть. И самое страшное, что я говорю, люди это не осознают, когда они это пишут, они потом не перечитывают свои комментарии. Ребят, в ваших комментариях на мои видео, ребятки, вы можете вот, честно, вы сможете написать, потом прочитайте несколько раз, и вы всё поймёте о себе. Вы понимаете, да? Но люди не читают, вот, поэтому. Вы знаете, вот даже если вернуться к теме, к теме, над которой я работала над собой, да, тот факт, что когда я родила ребёнка, и когда я была беременна, да, вот эти годы, я не могла расслабиться и жить спокойно на деньги мужа, потому что у меня всё время сидела эта мысль, что надо самой зарабатывать, чтобы вот, ну, самой. Даже не из страха, что муж умрет, а вот просто вот эта вот сидящая внутри вот эта херня, что надо обязательно самой зарабатывать, чтобы как-то чувствовать себя по-другому. Вот сам факт того, что зарабатывать не для того, чтобы денег было больше, не потому, что не хватает на что-то, даже не потому, что муж умрёт, но это тоже отчасти, но это ладно, это хотя бы очевидно, да, муж умрёт или к другой бабе уйдёт, поэтому я работаю, но это ладно, это хотя бы очевидно. Нет, на самом деле, хотелось разрабатывать самой, потому что, чтобы внутри что-то не колыхалось, а что было вообще непонятно. Так вот, я сейчас хочу сказать, и, ну, я сейчас как бы уже научилась это делать, хотя периодически всё равно, ну, немножечко так что-то начинает внутри колыхаться. Но я вам хочу сказать, к чему я пришла, что это факт психологической какой-то эмоциональной незрелости. Я не хочу, чтобы вы воспринимали вот этот термин как обвинение, потому что я сама, когда смотрю видео про эмоциональную незрелость, такое ощущение, что когда говорят, он неэмоционально незрелый, как будто хотят оскорбить человека, типа, ты неэмоционально незрелый, ты ребёнок, ты ведёшь себя как ребёнок. И знаете, таким ещё, таким тоном, типа, блядь, ну, понимаете, да, как будто хотят этого человека унизить, оскорбить тем, что он ведёт себя как ребёнок. Если у вас едет крыша и вас заебала собственная жизнь, не с кем поговорить, некуда слить ваше дерьмецо, невротичка Оля придет вам на помощь. Предлагаю созвоны со мной за денюжки, за ваши донаты. Выслушаю все, анонимность гарантирую и гарантирую то, что тараканы в вашей башке разбегутся от страха перед невротичкой Олей. Пишите мне в мою группу невротичка Оля, либо переходите по QR-коду в переписку телеграм со мной. Нет, я вас не хочу этим унизить, потому что и оскорбить вот этими вот закидонами по поводу эмоциональной зрелости наоборот. Я хочу вам сказать, что этим страдают очень многие, но просто люди научились, понимаете, под маской вот этих вот взрослых старых обрюзших тел это очень хорошо скрывать. Вот, но это проблема многих людей. Так вот, у меня это тоже было, и я сейчас скажу из своего опыта, из своего понимания по сути проблемы. Вы знаете, стремление женщины, родившей ребенка, а если тем более, я уверена, у вас перед глазами есть такая женщина, у меня тоже есть, и в ВКонтакте я с коричками такими слежу тоже, мне очень они неинтересны, с точки зрения... И они меня раньше раздражали вот этой своей херней, потому что я, видите, мы же видим в других людях то, чего у нас тоже это, и они меня раздражали. А потом я начала думать, почему же они те бабы, вот эти, которых есть такая у нас женщина, очень активная, у нее четверо детей, и она везде, она там тоже тренер. И я так насмотрела на нее и думаю, господи, почему она меня так раздражает? А помню, она даже как-то пост какой-то написала, что, а чем, типа, мы, женщины, хуже мужчин? И я такая думала, нифига себе, подсознательно, неосознанно ты-то сейчас даешь нам, как бы, ну вот, без... Ну, может, осознанно, может, она реально мужиком хочет стать. Вот, то есть ты нам даешь вот это вот понимание того, что у тебя какое-то желание быть наравне с мужчиной. Вот, и потом, короче, я начала разбираться, почему она меня так раздражает. Ну, я ей никогда ничего не писала, в отличие вот от вас, да, вот этих вот, никогда я бы не стала обсирать человека. Просто я вот смотрю на человека, и что-то клокочет, вот что-то бесит чем-то. А потом я поняла, что я просто вот понимаю, что вот у нее тоже что-то витать внутри такое, что ей надо вот бегать, делать, бегать. Вот она рожает, 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 остановиться не может, а она надо еще... То есть чем больше рожает детей, тем больше хватка, надо бежать еще больше, чтобы не хуже других, не хуже мужика. А еще, чтобы всем показать, я там подтянулась, а я не хуже мужика подтянуться могу, понимаете? Вот, и в какой-то момент я начала понимать, что вот, как бы, сказать, у меня же тоже эта херня есть, только я, как бы, ее обрубаю, потому что я не хочу так, не хочу я так. Так, я пришла к выводу, знаете, к какому, что это подтверждение эмоциональной незрелости. Я вам сейчас объясню, объясню сейчас на пальце. Значит, смотрите, вот у нас есть какие-то кризисы, да? Вот я недавно, это новая тема, с которой я познакомилась, кризисы детства, да? Мы все переживаем какие-то кризисы. Кстати, это, по-моему, это Екатерина Мурашова, я эту тему очень хорошо подловила. Мы проживаем кризисы, нельзя мешать ребенку проживать кризисы, какие-то конфликты в детстве, потому что он на этом учится, да? Мы все хотим какую-то благоприятную среду максимально создать, и в психологическом плане, ну, физическом, понятно, мы должны ее создать, но вот в психологическом плане, на самом деле, родители переусердствуют, не дают у ребенку прожить опыт какой-то, да? И вот, смотрите, такая ситуация. Я просто это понимаю, потому что у меня есть ребенок, и я это все с ребенком прожила. Вот смотрите, у ребенок в определенном возрасте, ну, у всех немножечко по-разному, но это происходит где-то от двух лет до трех, но ближе к трем, наверное, к трем. Вот этот такой кризис «я сам» или «я сама». Я расскажу, как это было у нас. Начинаем от… А, нет, ну это у нас началось еще раньше, но она тогда не говорила, и это был писец, когда ребенок, типа, «я сама», но при этом еще словами не может сказать, это писец был, это началось с полутора лет, это жесть была. Ну, когда она начала уже говорить, там, ну, к трем годам, да, ближе к трем годам, ну, это раньше началось, я говорю, там просто было невербально, вот это как бы не до конца такое максимально сформировано, значит, это общение. Ой, сейчас дверь закрою, муж пришел сейчас. Так, я это видео снимаю, я накрою дверь. Значит, короче, и она, мы начинаем одеваться, например, да, там, перед выходом из дома. Я сразу оговорюсь, я всегда закладывала время на эти кризисы, на эти концерты. И вот она говорит, я сама, а там что-то застегну, напялю на себя. Пожалуйста, напяливай. Я сама, и вот она начинает сама, у нее не получается, я на это все смотрю, а время тикает, тикает, и это не пять минут, уже там полчаса прошло, уже час прошел. Иногда я закладывала час, я ей за час до выхода говорю, одевайся, потому что я знала, что это будет. И в какой-то момент, когда я уже понимаю, что уже час прошел, надо одеваться, я говорю, давай я тебе помогу. Нет, я сама, я сама, я все сама. Сядет, орет, ноет, уляжется, ноет. Я сама, я сама, я сама. Ну, кто, у кого дети есть, поймут, о чем я говорю. В общем, в конце концов, этот час, я вот помню, я закладывала час вот на это я сама, перед выходом из дома. Представляете, насколько матери надо быть в вселенном напряжении, чтобы перед каждым выходом из дома планировать, что за час надо же на ребенку сказать, вот одевайся, мы там уходим, и вот понимать, что сейчас будет спектакль очередной. И вот эта женщина, которая рожает детей одного, двух, трех, десять, и которая при этом орет, ну, она не орет, она как бы это, транслирует. Я сама, я все сама, я все сделаю сама, я рожу, я сейчас и денег заработаю, я пока в роддоме лежу, раскорячку ногами, я заработаю при этом еще денег, я все сделаю сама, я не смогу расслабиться и положиться на своего мужа. Я буду рожать и все делать сама, сама, сама. Понимаете, о чем я? У человека не прожит этот кризис. Ну, вот не дали, скорее всего, ребенку прожить этот кризис. И поэтому сейчас он, я не знаю, как это работает, но я вам говорю, в этом вся фишка. Это вот эти бабы, которые не могут расслабиться. Понимаете, женщина должна уметь расслабиться, когда она рожает детей. Понимаете, я не говорю, что расслабиться так, чтобы до 18 лет, да, прямо же. Но вот на этот период, когда она рожает ребенка, и когда она объективна. Понимаете, там она родила, у нее матка убываливается еще из влагалища, она уже бежит и орет, я сама, все, заработаю. Такие есть бабы. Понимаете, и не надо оправдываться, они многие оправдываются тем, что им не хватает там денег на что-то. Нет, ну як-то там реально не хватает. Но поверьте, не всем. Вот так, зайка. Я эмоционально тоже не зрела, да. Почему мне не была дана возможность прожить все детские кризисы? Познать этот мир со всех сторон. Поэтому приходится в своем возрасте, вот, взросли. Ага. Мне, помню, по телефону еще бабушка говорит, когда моей бабушке что-то позвонила, она говорит, она видео снимает в интернете, а бабушка мне по телефону говорит, типа, что ты там снимаешь? Ты почему себя ведешь как ребенок? Ты что, ребенок? Я говорю, да. Да, блин, я ребенок. Да, вы же, блин, фукули в жопу. И все время не давали прожить, жить самостоятельно. Все, боялись, туда не ходи, туда не ходи. Понимаете? Не ебить, а то забеременеешь. Вот. Ну, и ребенок. День опираться. Вот. Вот так. Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь, это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлеченных зрителей у меня есть уникальное предложение. Стать моим доном в группе ВКонтакте Невротичка Оля. Нажмите «Поддержать автора» и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разборам на примере моих ситуаций. Будьте готовы, эти видео слишком откровенны. Люблю, целую, ваша Невротичка Оля.